Здравствуйте! Сегодня мы поговорим о таком израильском городе, город Нитивод. Нитивод — это город небольшой с южной части Израиля, в 30 километрах от Ашкелона, приблизительно в направлении Байр-Шевы. Звание города переводится на русский как «тропы», также можно перевести как «пути». Нитивод был основан в 1956 году в рамках израильской программы освоения и заселения северной части пустыни Нагеп. Город получил статус израильского города в 2000 году, то есть в 2000 году его население уже превысило 20 тысяч человек. Первыми жителями стали репатрианты из стран Магриба, главным образом Марокко и в меньшей степени Туниса. В период 1990-2000 года, в период большой лиги Нитивод поселили где-то от 5 до 6 тысяч репатриантов из стран бывшего СССР. В городе имеется много учреждений и учебных заведений религиозного характера, планировав в ближайшее время строительство нескольких тысяч новых единиц жилья для решения жилищной проблемы в Израиле, и это должно утвоить или даже еще больше увеличить население города. По данным Центрального статистического бюро Израиля, население города на 2016 год составляет 31 314 человек. Город находится на севере пустыни Негев и от Средиземного моря на расстоянии нескольких десятков километров. По крайней мере, в таком важном пункте для репатриантов, как всем жилье в городе на Тевоте. Стоимость жилья в городе для израильцянина, если снимать однокомную квартиру, то это где-то будет от 1300 до 1800 шекелей, до 2200 шекелей стоимость однокомной квартиры на съем. Найти однокомную квартиру на Тевоте довольно тяжело. Докомная квартира будет стоить на съем где-то от 2600 до 5000 шекелей для израильцянина. При этом всем жилье придется платить большую часть коммунальных услуг. Теперь поговорим о таком важном пункте, как работа на Тевоте. С работами на Тевоте проблемы. В основном это обычные рабочие места, также немного вакансий в секторе обслуживания и хай-теке. В общем, с работами на Тевоте проблемы, и многие едут работать в другие города. Теперь поговорим о таком важном пункте, как зарплата на Тевоте. Зарплата здесь обычная для севера или юга Израиля. В основном это минимум или чуть больше. Зарплата в Израиле рассчитывается из того, сколько ты зарабатываешь за час. На сегодняшний день, от 26 марта 2017 года, минимальная зарплата за час около 27 шекелей. И ниже этой цифры работодатель не имеет права платить, иначе ему придется в судебном порядке выплачивать наемному работнику компенсацию. Теперь поговорим о таком важном пункте, как стоимость жизни по Тевоте. Стоимость жизни в Тевоте где-то равняется обычной стоимости жизни на севере или юге Израиля. Для репатриантов она будет побольше, потому что они в основном снимают жилье и отторжаются на современном бюджете. Основные расходы семейного бюджета это основные расходы на съем квартиры. В случае, если патриан покупает квартиру, то у него будет, конечно, основным расходом, это будут ипотечные суды. Но учитывая низкую стоимость на съем и на продажу квартир в Ничьоте, эти суммы на выплату будет раза в два и больше ниже, чем в центре Израиля. Даже возможно где-то в три раза ниже, чем в центре Израиля. На семейном бюджете также отражается чувствительное лечение зубов, страховка автомобиля и покупка бензина для автомобиля. Основные цены на Ничьоте это и в основном Израиль, в основном довольно население. Практически в любом офисе, в любом заведении, в любом доме живет достаточное количество русскоязычных. Поэтому сильно большого языкового барьера в Ничьоте нет. Теперь о климате. Климат на Ничьоте субтропический, средиземноморозный, мягкий климат, довольно жарким летом, а лето продолжается с детского полгода и относительно мягкой зимой. Температура во время зимы не опускается ниже нуля. В основном температура в Ничьоте во время зимы от 8 до 15 градусов тепла и даже выше, а иногда даже доходит до 25 градусов тепла. Также зимой в основном выпадают дожди, но количество дождей, учитывая, что находится город в северном Негеве, даже зимой гораздо меньше, чем в центре Израиля. Летом температура доходит от 28 до 35 градусов тепла и иногда даже доходит до 40 градусов тепла. А лето здесь в основном с начала мая, даже с середины апреля и до конца сентября, до середины октября. Дожди в это время, это редкий случай. Теперь поговорим о благоустройстве города. Город Ничьот не совсем красивый, не очень благоустроенный. Есть, конечно, спортивные площадки, детские площадки, фонтаны, сады, парки, но это недостаточно. И архитектура города желает оставлять лучшего. Теперь поговорим о таком важном пункте, как безопасность. Терроризм в Ничьоте, конечно, существует. Теракты бывают на высоком уровне во время конфликтов с сектором газа. Потому что Ничьот находится недалеко от сектора газа и в основном идут обстрелы с сектора газа ракетами. Но благодаря противоракетной установке железный купол, которая была установлена в последние годы в Ничьоте и окрестностях, жертвы и разрушения среднемирного населения в основном удается свести к минимуму. За последние годы, надо сказать, теракты случаются не очень часто. Единственное, что во время конфликта с сектором газа несколько лет назад Ничьоте подвергался довольно интенсивным обстрелам. Но большинство ракет были сбиты железным куполом. Теперь поговорим о криминале в городе. Случаи криминала, конечно, имеются, но он, в общем-то, невысок. Большинство жителей его не сильно его ощущают. Может спокойно, почти нелескуя, гулять по ночам. Теперь поговорим о лошадке города. Ничьоте находится, в общем, на равнине, и в этом он резко отличается от примера Хайфы, который находится на горе Кармель, на хребте Кармель, который довольно крутой горный хребет, и в этом отношении он довольно сильно выигрывает. Поэтому жить людям, которые выехали из таких стран, как Россия, Украина, Белоруссия, более привычны именно в Ничьоте, чем пример в той же Хайфе. Кроме этого, в Ничьоте влажность чувствительнее ниже, чем, например, в центре Израиля или на морском побережье Израиля. В этом отношении Ничьоте тоже выигрывает, и из-за этого проживание в Ничьоте также легче. Теперь поговорим о загаженности атмосферы в Ничьоте. Загаженность атмосферы в Ничьоте находится на среднезраильском уровне. Больше только летом, больше жаркие дни бывают, чувствуется воздух и запах бензина, но учитывая, что город находится в пустыне и продавается всеми ветрами, поэтому все эти запахи довольно быстро из города выдуваются. Это был краткий обзор про город Ничьот в Израиле, который находится на севере пустыни Ничьоте. Все, ставьте лайки, подписывайтесь на канал.